Добрый день, меня зовут Шемель Курмангалеев, я являюсь руководителем направления аудита бинарного кода VSP Run имени Иванникова. И сейчас я проведу для вас лекцию «Инструментальные технологическая поддержка фазинг тестирования». Сегодня мы ознакомим зрителя с основами фазинг тестирования, компонентами, из которых состоит фазер, вопросами формирования корпуса входных данных, а также зрители научатся генерировать обертки для липфазера и запускать фазер в персистент режиме. Познакомим вас с основами символьного выполнения. Кроме того, слушатели курса научатся проводить фазинг тестирования ядра кода операционной системы, а также распараллеливать фазинг. Кроме того, будут рассмотрены вопросы динамического анализа интерпретируемых языков в целях проведения сертификационных испытаний. Фазер состоит из следующих компонентов. Компонента, осуществляющего мутацию входных данных, оценку тестового покрытия, запуска ПО и выбора следующего тестового пейса. Мутации производятся на основе генетического алгоритма таким образом, чтобы каждый следующий запуск ПО приводил желательно к увеличению тестового покрытия программы. Таким образом, можно сформулировать две основные задачи фазинг-тестирования. Это наращивание тестового покрытия и поиск ошибок в программном обеспечении. Для успешного обеспечения прироста покрытия требуется решить следующие задачи. Сформировать качественный корпус входных данных, затем провести его минимизацию и очистку от дубликатов. Мы хотим получить минимальный набор входных файлов, позволяющий получать максимальное покрытие тестированной программы. Требуется производить замер времени работы программы, а также потребляемую память. Это требуется для того, чтобы сократить количество ложных срабатываний, вызванных либо нехваткой времени на запуск, либо нехваткой памяти. Также для практики часто бывает полезно применение персистент режима работы фазера, либо генерирование оберток для липфазер, чтобы провести анализ труднодоступных частей программы. Кроме того, требуется осуществлять постоянный контрольный мониторинг работы фазера и достигаемого покрытия с целью корректировки его параметров. На рисунке приведен пример покрытия по базовым блокам. Зеленым обозначены покрытые базовые блоки, белым – нет. На примере библиотечки ЛИППНГ можно проиллюстрировать, как производится анализ покрытия. В данном случае заголовок будет защищен контрольной суммой, что будет препятствовать успешному фазингу библиотеки. Для корректировки этого момента потребуется либо отключить проверку контрольной суммы, либо правильно ее формировать средствами фазинга. Давайте обратимся к покрытию по базовым блокам. На слайде вы видите блоки, которые выделены зеленым и белым. Зеленым выделены покрытые базовые блоки, белым – нет. На примере библиотечки ЛИППНГ можно рассмотреть анализ покрытия с целью увеличения эффективности фазинг-тестирования. Дело в том, что заголовки рисунков ПНГ защищены контрольной суммой. И для успешного фазинг-тестирования нам требуется либо отключить контрольную сумму, либо правильно формировать ее средствами фазинга. Как только мы выполняем это условие, покрытие начинает быстро прирастать. Ошибки классифицируются по семантике. Например, переполнение буфера на куче, переполнение буфера на стеке, ошибки, связанные с форматной строкой, ошибки, связанные с неверным использованием памяти, в частности, двойное освобождение памяти, использование после освобождения и так далее. Наряду с классификацией ошибок по семантике существует классификация ошибок с точки зрения последствий. Выделяется три основных примитива. Примитив записи, примитив чтения и примитив выполнения произвольного кода. При этом эти примитивы могут друг в друга преобразовываться. Так, например, примитив записи при перезаписи значение указателя на функцию либо адреса возврата превращается в примитив выполнения произвольного кода. Также хочется рассказать про пример обратного отображения. Например, целочисленное переполнение. Оно может приводить либо к чтению за границей буфера, либо к записи произвольных данных за границей буфера. Организация стека. На слайде приведен пример функции и соответствующий ей кадр стека. Стек растет от старших адресов к младшим, то есть при вызове функции сначала в стек заносятся аргументы данной функции, затем адрес возврата, затем формируется область для хранения локальных переменных. При этом запись в локальные переменные производится от младших адресов к старшим, что позволяет переписать адрес возврата или аргументы функции, что приводит к последствиям, рассмотренным на предыдущих слайдах. Переполнение буфера на куче. Помимо перезаписи значения переменных, которые являются соседними с переполнением буфером, также возможна перезапись служебных заголовков авлокатора памяти. Это представляет злоумышленнику возможность манипуляции служебными заголовками для проведения атаки. Выявление ошибок. Для выявления ошибок средствами динамического анализа часто используется информация о состоянии памяти в программе, что достигается использованием либо инструментации, либо отладочных авлокаторов и механизма теневой памяти. Механизм авлокаторов имеет точность до границ выделяемого буфера, механизм работы с теневой памятью позволяет обеспечить произвольную точность. Инструментация также бывает с разной степенью гурнулярности. Либо мы мониторим каждое обращение к памяти, либо анализируем только функции такие как mauk, memcopy, memset, memmove. Но на практике часто применяется комбинация данных методов для достижения наилучшего результата. Отладочный аллокатор продемонстрирован на рисунке. Синим обозначена область памяти, доступная пользовательской программе. Красным обозначена область, где обычно содержатся служебные заголовки менеджера памяти. В данном случае с них сняты атрибуты доступа на чтение записи и при обращении к ним происходит исключение, которое мы определяем как попытку переполнения кучи. Выявление ошибок производится на всех этапах жизненного цикла программы, начиная с компиляции. Список опций компилятора, позволяющих обнаружить ошибки на самом раннем этапе, приведен на слайде. Также анализ осуществляется средствами динамического анализа, такими как санитайзеры при наличии исходного кода, либо для бинарного кода наложенными средствами динамического анализа, такими как Dr. Memory и Valgring под Linux, а в случае Windows тот же Dr. Memory либо AppVerifier. Персистент режим — это ускорение файзинга за счет экономии времени на перезапуск программы. В качестве примера можно привести файзинг веб-сервера. Так, часто для веб-серверов накладные расходы на запуск сервера существенно выше, чем время, отводимое на работу полезной функции. Таким образом, производя непосредственно подачу данных в требуемую функцию, мы экономим время, требуемое на перезапуск ПО, что позволяет очень сильно ускорить файзинг тестирования веб-серверов. Различие статической инструментации при наличии исходного кода и бинарного кода. При наличии исходного кода мы пользуемся компиляторной инструментацией, поскольку она обеспечивает точное и надежное понимание условий функционирования программы. Таким образом, мы выигрываем в скорости и качестве обнаружения ошибок. При условии отсутствия исходного кода приходит пользоваться статической или динамической инструментацией бинарного кода. А статическая инструментация бинарного кода менее надежна, потому что инструментатор часто вносит дополнительные ошибки в программу, которые мы вынуждены затем анализировать дополнительно. Динамическая инструментация почти не вносит ошибок в работу программы, но при этом может ее существенно замедлять. Инструмент LibFizer предназначен для тестирования конкретной функции в программе. Обычно данные функции труднодостижимы другими методами анализа. На слайде приведен пример данной функции обертки, позволяющей задерживать инфраструктуру, предоставляемую компилятором и LibFizer. Компоненты среды динамического анализа Crusher. На слайде вы видите схему динамического анализатора Crusher. Как видно, в нее интегрировано большое количество технологий, позволяющие проводить эффективный динамический анализ программного обеспечения. Кроме того, у нас есть интеграция со средой статического анализа Sways, что позволяет повысить качество аудита программного продукта. На этом наша лекция «Инструментальная и технологическая поддержка файзинг-тестирования программного обеспечения» завершена. Спасибо за внимание.